Хочу сказать, что большинство наших молодых людей это активные люди. Они учатся, работают. У нас есть замечательные массажисты, у нас есть адвокаты, у нас есть преподаватели, замечательные музыканты. И, конечно, этим ребятам низкий-низкий поклон за то, что они не боятся трудностей, за то, что они действительно ищут свое и действительно не просят у кого-то помощи, а сами стараются преодолеть свои трудности. Общество слепых для трехсот горожан стало местом, где они делятся друг с другом собственными переживаниями, достижениями и проблемами. А проблем у незрячих, прямо скажем, хватает. Для 40 молодых людей, которым нет еще 30, социализация остро необходима. Одна из ее заставляющих – трудоустройство. По мнению людей с ограниченными возможностями, по-прежнему проблематично. Но, как утверждает специалист Центра занятости, Наталья Мит, выход есть. Вы можете обратиться к службу занятости. Но только для этого необходимо сделать индивидуальную программу реабилитации. Именно в этой программе реабилитации есть рекомендации, какой труд вам можно предлагать. У нас есть такое направление, как содействие в трудоустройстве именно инвалидов, когда работодатель специально создает дополнительное рабочее место, а мы ему возмещаем затраты на оснащение этого рабочего места. Мало того, каждый из присутствующих может стать индивидуальным предпринимателем, открыть собственное дело. Специалисты Центра занятости помогут разработать идею, составить бизнес-план, подскажут, как делать первые шаги. На встрече говорили о других насущных проблемах слабовидящих. Проблемах, которые, на взгляд зрячего человека, кажутся мелкими и несерьезными, а для этих людей часто становятся серьезным препятствием для полноценной жизни. Просто вот простая для того ситуация. Вот я захожу, я не зрячий. Кто крайний? Я. Этот я отошел на два метра. Я понятия не имею, где этот я. Затем я стою. Вообще, собственно, я потерялся. В таких ситуациях, предложили специалисты СЦМ, можно обращаться к ним. Волонтеры всегда придут на помощь и проводят слабовидящего человека в поликлинику, банк или любое другое учреждение. Мало того, если позвонить заранее в этот же Центр занятости, его сотрудники обязательно встретят и помогут. Сейчас, как рассказали гости общества слепых, рассматривается вопрос о подключении звуковых маячков возле общественных зданий и учреждений города. Эти устройства помогут людям с проблемами зрения лучше ориентироваться в пространстве. Я тоже люблю. Да.